После личного знакомства с каждым участником встречи в Рио губернатор обозначил свою позицию в отношении работы с законодательной властью края. Несмотря на то, что есть ясно выраженное большинство в парламенте, есть фракции, которые представляют меньшее количество избирателей, меньше мест имеют в парламенте, я хочу сказать, что я настроен на работу со всеми политическими партиями, движениями, которые представлены у нас в законодательном собрании Алтайского края. Кстати, фраза «у нас в крае» стала привычной в речи Виктора Томенко. В Красноярском это уже у них. Так вот, что происходит у нас, рассказали руководители фракции комитетов. В большей степени делились проблемами. Альберт Лунев, председатель комитета по экономической политике, говорил о сфере ЖКХ. В частности, в 10 муниципалитетах нет конкретики по тарифам на тепло. По мнению руководителя фракции КПРФ, главная проблема в крае – это заработная плата. Она самая низкая в Сибирском федеральном округе. Виктор Петрович, надеемся, что вы будете принимать все необходимые разумные протекционистские меры для развития экономического развития нашего региона. Руководитель фракции «Справедливая Россия» очень просил обратить внимание на проблему детей-сирот. Решать вопросы, по его мнению, стоит непосредственно с их участием, чтобы исключить протестных акций. Просил не забывать и о людях с ограниченными возможностями. С мобильностью инвалидов и средой для инвалидов есть проблемы. Мы уже слышали, что парк центрального района построили у нас три входа, на всех должны были быть пандусы, на двух пандусы центральных не построили. Дескать, не получается. Помимо посевной, в ближайшее время надо заняться решением проблемы с ценами на молоко. Об этом уже говорил Сергей Серов, заместитель председателя АКСС. Татьяна Ильюченко уверена, что готовить спортсменов надо не только в городах, но и в районах. Необходимо также омолаживать тренерский состав. В общем, проблем достаточно, и решать их исполнительная и законодательная власть должны сообща. Это, пожалуй, основной лейтмотив встречи. Кстати, Александр Молотов в завершении предложил провести первое совместное спортивное соревнование «Баскетбольный матч». Как известно, Виктор Томенко отлично играет в баскетбол. Правда, когда он состоится, вопрос пока открытый. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости.